Все ли знают, как росла и развивалась центральная улица Красноярска? О проспекте мира поговорим в новом выпуске. Прежде чем получить свое нынешнее, проспект сменил четыре названия – улица Большая, Воскресенская, Советская, проспект имени Сталина. В 1773 году пожар уничтожил практически весь Красноярский острог. После стихийного бедствия сюда был приглашен инженер из Тобольска Петр Моисеев. Он задумал восстановить город на Енисеи по образу и подобию Петербурга. С востока на запад проложили три параллельные улицы, центральная из которых получила название Большая. Она начиналась от Спасских ворота Строга, от нынешнего Большого концертного зала. В начале XIX века улицу переименовали в Воскресенскую в честь находящегося на ней собора, который был первым каменным зданием в Красноярске. Тогда же улицу облюбовали купцы и золотопромышленники. В 1830 году на улице возвели 17 домов, а расцвет купеческого домостроения пришелся на 1880-е годы. Тогда, например, появился торговый дом Николая Годолова. Сейчас в здании располагается магазин «Детский мир». По адресу Мира 31 находится дом купца Васильева, чего только не было в этом здании. Спиридон Васильев был виноделом, а в городе был известен как общественный деятель и меценат. После его смерти на втором этаже здания с 1880 по 1917 годы размещалось Енисейское губернское правление, и здесь почти месяц ждал своей ссылки в Шушенское Владимир Ленин. Дом номер 59 известен как торговый дом Смирнова. Александр Смирнов в этом здании организовал крупнейший магазин в Красноярске XIX века. С бизнесом ему помогали сыновья, поэтому торговый дом прямо так и назывался – Смирнов и сыновья. Тут продавали модную одежду, привезенную из Европы, обувь, шубы, пальто. Иногда одежды было так много, что устраивались распродажи, где местные модники закупались себе на несколько сезонов вперед. После смены власти в здании размещался комбинат кожевиной промышленности. Воскресенскую оснастили уличными фонарями на керосиновых лампах и деревянными тротуарами. В казенных учреждениях, располагавшихся на улице, стала появляться телефонная связь. Улица стала еще и культурным центром, ведь именно здесь на средства горожан возвели Народный дом-театр, ныне Драматический театр имени Пушкина. Перед революцией Воскресенскую вымастили булыжником, а в домах стало появляться электричество. В 1921 году в честь победившего октября улицу переименовали в Советскую, но это название продержалось недолго. В 1934 году центральную улицу Красноярска переименовали в проспект имени Сталина. На проспекте в массовом порядке стали возводиться жилые дома в стиле сталинского ампира, положили первый асфальт и запустили автобусное движение. В 1938 году на проспекте Сталина появились первые в городе светофоры. Своё нынешнее название проспект мира получил в 1961 году. В 1983 году было построено здание филармонии с двумя концертными залами – большим и малым, а в 2003 году недалеко от здания Красноярской филармонии к 375-летию города возвели триумфальную арку. Идея памятника принадлежит Петру Ивановичу Пимашкову, главный архитектор Орек Саркисович Демерханов. Словно врата из прошлого в будущее, соединяет эта монументальная композиция историю Красноярска с действительностью.